У журналистов, как у депутатов, есть обязательства не друг перед другом, а только перед зрителем. Это видео из рубрики «Вечная», которое в каком-то идеальном мире должны показывать перед каждым выпуском ток-шоу с Соловьём. Мы не колёсики общепролетарского дела. Поэтому фраза, что хозяин сказал «журналист прыгнул» – это к Тверской. Журналист всегда независимый человек. Тогда ещё тучный и не разбалованный бюджетами пропагандист мастерски уничтожает не кого-то там, а себя нынешнего. Президент, может быть, захочет, а может быть, не захочет отдать очередному боярину очередную вотчину. И он с этой вотчиной будет разбираться. А холопы это примут. Бояре и холопы. Путин, который не должен решать. Страна абсолютно византийская. И все обращения, которые здесь звучат, это обращения в ушко президенту. Но рассказы о византийской стране на деле быстро накрылись медным тазом. В ушко по-прежнему нашёптывают. Только не Соловьёву Путину, а строго наоборот. Мы делаем этот мировой опыт сталинским сапогом, ударив в морду цивилизованной Европе, которая с радостью припёрлась к нам за этим. А молодой журналист из якобы византийской страны превратился в соловьиный помёт. Пропагандиста из самых худших советских примеров. Путин любит родину. Нам повезло. У нас сильный, умный, талантливый лидер. Он сравнивает неугодных русских с дурно пахнущей субстанцией. На целых девять десятых процентов. То есть вечные два процента дерьма. И вот эти два процента дерьма считают, что они здесь власть. Отмазывает виновников Беслана. Дудь радостно говорит о том, что во всём виноват государство. Ну, надо быть дегенератом. И ни одно государство не должно вести никаких политических и прочих переговоров с террористами. И ежедневно с плохо скрываемым удовольствием демонизирует любую украинскую власть. Расстреляли собственных граждан, убили более десяти тысяч собственных граждан, устраивали политические убийства, сжигали людей. Казалось бы, караван несётся. Но пришло то чудесное время, когда ответочка пошла. Борис Гребенщиков записал песню «Вечерний М» о российских пропагандистах. Была Оля сливной бачок, а теперь вечерний мудозвон появился. Владимир Соловьёв, свойственный ему истерической манере, отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М». И когда гопота распинает Христа, он объяснит, почему Христос враг. Согласитесь, текст реально гениальный. Мы всем рекомендуем послушать эту песню Бориса Гребенщикова. И чтобы вы не сомневались, от правды у Соловьёва страшно пригорело. Несколько дней к ряду Соловьёв пыжился, пытаясь доказать всей России, что песня вообще не про него. Мол, кто «Вечерний Мудозвон»? Я? Да с чего вы вообще взяли? Соловьёв намекает, что «Мудозвон» не он, а Иван Ургант. Ведь он тоже ведёт «Вечернюю программу». Но песня быстро стала вирусной, и отпираться было бессмысленно. Что сделал «Вечерний Мудозвон»? Собственно, то же, что и каждый день. Надув щёки, отыскал украинский след. Как говорится, кто бы сомневался. Бандеровская Украина – это чёрная вдова. Её укус ядовит. Влияние тлетворно. Вот и Гребенщиков из поэта деградировал в куплетиста. С другой стороны, помешательство на теме Украины на канале «Россия» дошло до совсем нездоровых историй. Уже были и гилобандеровцы, грузинобандеровцы. Теперь очередь дошла и до Гонконгобандеровцев. В китайском Гонконге уже которую неделю демонстрации протеста. Столкновение с полицией. Пекин делает шаг назад, но смута уже катится по сценарию украинских Майданов. Если кто не в теме, в Гонконге уже давно проходят массовые протесты. Ну а поскольку Гонконг – один из мировых финансовых центров, то есть мегалакомый кусочек пирога, силовики делают примерно то же, что и Беркут на Майдане. Во многих районах Гонконга прошли массовые выступления оппозиции. Для разгона протестующих у здания правительственного комплекса стражи порядка приняли водомёты и слезоточивый газ, а также вели стрельбу резиновыми пулями. Ну а мы вернёмся к пропаганде. Просто, чтобы все понимали. На любой протест в мире в Кремле есть одна методичка, в которой просто меняют название страны. Украинский бунт стоил как минимум 5 миллиардов долларов. Столько вложило в него правительство США. Соединённые Штаты организовали ещё один государственный переворот. Новая жертва и стала, или должна стать, очень известно, кто победит, естественно, Венесуэла. Протест с теми же технологиями управления толпой и с той же ненавистью к властям, что всеми силами подогреваются американцы. Венесуэла, Гонконг и Украина. Где бы люди не вышли отстоять свои права, федеральные каналы обязательно найдут руку американцев. Америке там нужны в итоге кровь и жертвы. Ну и, естественно, старательно прокачивается линия зомбированности манифестантов. Варианты стабильные. Либо все, кто вышел на протест, насмотрелись фильмов с 25-м кадром. Пересматривая на уличных экранах, привезённый блокбастер с уже наложенными субтитрами на кантонском диалекте. После просмотра многие рыдают. Либо вся массовка тупо проплачена. А это карта оплаты. Мы увидели их у детей, которые были на протестах. Дети сказали, что им раздали эти карточки, чтобы они стояли на митингах для массовости. Мы всё ждали, когда дело дойдёт до наколотых апельсинок. Что эти апельсинки непростые. Эти апельсинки наколотые. Но, судя по всему, этот ход в Кремле отложили на потом. Зато привычно не обошлось без героизации силовиков, которые, как и Беркут, тоже хорошие, ни в чём не винные ребята. Противопротивующие постепенно подтягиваются к воротам, где оборону держат полицейские, начинают выкрикивать оскорбления и светить в лица лазерными указками. А злые каратели весом в 50 килограмм каждый. Того глядим пеной в дую. Семьям полицейских постоянно угрожают. А всё потому, что разлетается бандеровщина по всему миру. Вот вам в качестве доказательства украинский флаг. А вы знаете, чей это флаг? Польша. А этот? Скажи, какой? Украина. И от таких пруфов одуревшему зрителю федеральных каналов сложно сохранять спокойствие. Ишь, чё хохлы с пиндосами творят? В дела других стран лезут. И стоит ли говорить, зачем Кремль столько времени тратит на дискредитацию протестного движения по всему миру? Так продолжилось и сегодня с баррикадами и провокациями, где главное сразу же повернуться на камеры. У них есть инструкции, что нужно делать. Они их получают через интернет. Видно, что всё это хорошо организовано. Ливия, Сирия, Грузия, Украина тоже, вероятно, полушарие США. Сценарии не меняются, методички не переписываются. Система отточена до мелочей. Теперь вот руки дошли до каракса. Операция по попытке к государственному перевороту в Венесуэле была разработана в Вашингтоне. Всё просто. Холопы, сидя у телевизора, со временем должны чётко привыкнуть. Если есть протест, значит его устроили враги. И он проплачен. То есть слава Путину бегом в стойло и не вздумать мычать. А ещё, конечно, не могут не умилять двойные стандарты. Причём зачастую в рамках одной и той же программы. Увидели в Гонконге украинский флаг? Всё! Хавайся, раздевайся, длинная бандеровская рука добралась и до Азии. А вот российские солдатики в Центрально-Африканской республике – это никакое не вмешательство, а совсем наоборот – братская помощь. Россия пришла сюда, чтобы помочь Центрально-Африканской республике, и здесь, чтобы был мир. Причём, что важно отметить, Кремль в очередной раз применяет гибридную тактику. То есть вояки есть, но их как бы нет. Поэтому в эфире их ласково называют инструкторами. В Африку прилетели 170 российских инструкторов. Что за инструкторов отправляет родина аж в Африку, в своё время пытались выяснить российские журналисты. Кстати, обратите внимание, они же специально акцентируют внимание на то, какой фонд отправил съёмочную группу. Архан Джемаль, Александр Сторгуев и Кирилл Радченко прилетели по заданию так называемого Центра управления расследованиями, который финансирует Михаил Ходорковский. А-а-а, ну ясно, понятно. Ходорковского карасики поехали секреты родины за деньги американцев узнавать. И здесь хорошо бы напомнить, что случилось с той съёмочной группой. В Центрально-Африканской республике убиты трое российских журналистов. Прям совпадение не думаю. Тысячи командировок ежегодно, но странным образом умирают те, кто приехал расследовать деятельность российских ЧВК. Журналисты приехали в ЦАР для съёмок фильма о российской частной военной компании «Вагнера». Да-да, именно так называемой ЧВК, а не контрактников. Ведь после Сирии в Кремле отлично осознали, как выгодно воевать наёмниками. Уровень тот же, а ответственности за смерти никакой. Это очень удобно. Наводить свои порядки на чужой территории не армией, а вооружёнными до зубов частными лицами. ЧВК может всё, что позволяют деньги и совесть. Но знаете, к чему никак не могут привыкнуть в Кремле? А к тому, что Бог не тимошка и таки видит немножко. И по иронии судьбы, ручные пропагандисты, сами того не желая, сказали правду, доказав то, из-за чего относительно недавно погибли люди. Отставив какие-то интересы нашего государства, всё-таки это тоже немаловажная роль, даже вдали от нашей России. Честь российского солдата не должна быть нигде испачкана. Это самый важный момент сюжета. Казалось бы, ничего необычного, но на засвеченном фрагменте правил типа инструкторов чётко видна медаль ЧВК Вагнера. А именно эти наёмники не только прошли Сирию и Украину, а и дошли до того, что участвуют в переговорах Министерства обороны и Генштаба России с другими странами. В ноябре министр обороны Сергей Шойгу встречался с ливийским маршалом Халифой Хафтаром. Вот Хафтар жмёт руку начальнику российского генштаба Валерию Герасимову. У нас с вами многое связано. А у дверей с полуулыбкой замер ресторатор Евгений Пригожин. То есть все понимают, на каком уровне продвигается стратегия, с их там нет. Именно по этой причине они никогда не признают, что ЧВК Вагнера – это не частная лавочка, а спецподразделение Гругенштаба России. Ведь по телевизору Россия ни во что не вмешивается, нигде её нет. А во всех бедах виноваты хохлы и пиндосы. Ну а в целом ничего нового. Отрицание очевидного – ярлыки, цинизм, лицемерие – давно стали визитной карточкой Кремля. А людям, у которых после просмотра федеральных каналов кровь в жилах вскипает от ненависти к гражданам других стран, мы бы очень порекомендовали думать и анализировать. И тогда, возможно, не придётся бросать семью и работу, чтобы потом так бездарно умирать в чужой стране за чьи-то геополитические интересы.